Здравствуйте, друзья. Настраиваюсь снимать. Так, поехали. Значит, тема сегодняшняя, такая презентация, привычных ножей, самодельных, но очень ценных, полезных от моего друга, земляка Сароватка Олега Васильевича. По его просьбе, то есть он попросил делать настоящую экспертизу. Ладно, сказал я себе, вот, уже было 10 ножей, уже 5 продано, вот остальные 5. Прежде чем дальше рекламировать, говорить про цену, давайте испытаем. Значит, еще раз гляну, идет ли запись? Так, так не видно. Вот, идет. Давайте придумаем 3 ножа. 1, 2, 3. Этот нож мне был написан самурай подален. Вот, он был подален вместе с пленкой. Вот так вот. То есть, кто-то очень хитрый взял нож, заточен двумя стороны. Видите, пяточка? Это нож окулировочный. Им делать прививку невозможно. Тем не менее, пока на упаковке был написан, нож прививочный. Естественно, упаковку разорвешь только дома. Понятно. И результат налицо. С тех пор, до сих пор, эта пленка у меня лежит. Зачем? А вот как раз для таких случаях. Это обыкновенная синтетическая пленка. Она абсолютно не годится. Видите, да? Абсолютно не годится для обводки. Раз. Берем. Я выбрал специально очень твердую древесину. То есть, это сливокитайка. Сливокитайская. Начинаем с этого ножа. Так. И что вы будете... Вот, смотрите. Я вам не точил, какой есть. Видно, не видно? Смотрите. Вообще... Во... Я-то вроде бы не совсем худший приватчик. Вот даже не вот всё, что делает, это снимает вот такое. Убедились? Вот это и есть страх Божий. То есть, ну, мне просто женщина от души жила, подарила. И пригодилась для всех. То есть, как, что не надо покупать. И как не надо с этим работать. То есть, сэкономить деньги у нас за счёт моих фильмов. И так, и то, и то оказалось туптой. Просто кто-то на этом делал деньги. Вот. Сейчас слышите вот этот звук? Это называется... Работает перфоратор у соседей. Если он сейчас не замолкнет, значит, мы сделаем перерыв, а потом продолжим. Я выбираю такие моменты. Но тут пока замолчал. Следующий нож, который это тот самый. Он очень дорогой. Я не знаю, сколько сейчас стоит. Если не поддельный, я думаю, тысяч 10. Это Германия. Здесь написано Германии Солинген. Вот. Но это не подделка. Уже пошли подделки. Они будут дешевле, но они будут... Конечно, не такая наглость, что вот взять обыкновенный нож, в который можно только хлеб резать, масло хорошо режет. Да. Вот. Заточки на две стороны. И еще о нем скажу. Я был участником, а точнее даже как бы, как бы, лидером, ведущим до вебинара в Москве. Когда я... У меня есть там даже фотографии остались. С тех пор видеофильмы остались. Когда я попросил, кто хочет учиться привать, заканчивается лекция теоретическая. Остаются. Вот стол. Вот я сажусь за столом, как я сейчас сижу. И я вам буду показывать. Но для меня нужно, чтобы у вас все получилось. Будьте добры. Это будет завтра. Принесите ножи. Примерно двадцать человек принесли ножи. Девятнадцать. Это как раз была эпоха расцвета вот этой халтуры. Девятнадцать принесли негодные ножи. И только один нож был настоящий двадцати. Представляете? Так. Сейчас. Секундочку. Отвлекусь. Только мы перфоратор не включили. Я жду важных сообщений, поэтому я не могу надолго отвлекаться. Хм. Так. Удальри Константинович, материал у вас на дисках или есть еще на флеш-накопителах. Господи, что такое флеш-накопитель? как я бы отвечу на дисках есть это я почему говорю потому что тем чужих для нас не бывает согласитесь все это я живу только с удовольствием так ладно отвечу потом наш накопитель вот знаете такие слова теперь делаем так все-все-все я здесь не смотрю итак этот вы полностью забраховали немецкий нож поехали специально очень толстая это предельно смотрите что я делаю и из получилась вот такая вот штука за зиму отрык повторяю повторяю еще поправляю и получается вот такая вот в ходу где получилось так берем наш олега васильевича поехали получилось и может быть возвращаясь в немецком мастер 100 не пропьешь я к нему привыкал много лет получилось но получается по крайней мере не хуже немца ладно чаще всего вот это я называю размер карандаша вот вот я уже тренировался видите вот здесь этих делаются такие намного легче и так и без нормально это за третье движение поправить нормально кстати видите уже успел порезаться это очень хорошо заточенный нож вот земляка и он меня уже порезал теперь итак посмотрели немца смотрим омега вот два движения не получилось тремя получилось все значит я считаю что экспертиза прошла успешно так ножи примерно равноценное но дело в том что если я к этому еще к немцу уже привыкал много лет к этому тот кто возьмет в руку этот самый нож к нему нужно при как это будет выглядеть зима вы ждете весны не ждите вы всю зиму должны найти место где можно мусорить и вот так делать делать начали так потом потом так и когда-то вы увидите о а ира разные толщины чтобы были и когда-то вы увидите о смотрите идеально подели и так с практикой вы закончили смотрим авто у нас ребята в рюкзаках такой изоленты изоленты ой не изолента это а лента сантехнической которую вам подсовывает как эту самую я вам рекомендую пользоваться она это сопли вот когда ей обмотку делаешь обмотку она почти сразу она теряет вот эти вот живащие качества и я нашел сейчас готовясь к этой лекции вот это последний кусок настоящий полихлор виниловой пленки берегу как зенису вот сейчас кончится когда у сергея еще есть запас когда закончится а я скажу ха 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 достаю вот это вот будут за сотню до 2 до 3 можно дорезать ленточек вот выглядит она вот так вот значит я даю наводку уже в рулонах я уже говорил не раз когда-то похожей пленкой только розового розоватого цвета ее пользовались для кушеток в больницах и операционных столов вы наверное помните кто там побывал вот потом когда я пытался дайте мне на общем аптечном складе сказали я звонил почему говорю я не могу раздобыть в это самое ну были связи у меня и в больницах вот сами знаете баушную пленку кому нужна только мусор куда-то еще знаю просто нет мы перестали выписывать это было несколько лет назад может быть сейчас можно достать и до аптечных складах может быть только там она такая же но розоватая и последняя заводка я все пол зимы собирался еще все таки доберусь до того магазинчика где продавались скатерки скатерки с красивыми розовыми красивыми розовыми розами я эти скатерки были вот и с такой вот же сделано я туда купил одну на пробу еще был бы такой что все это исчезает и навсегда возможно я бы купил 10-20 этих скатерок тоже можно было бы а то мне пришлите ради бога может у вас задачка есть люди начали понимать вот это вот называется пленка черенок так и называется то есть для черенкования для прививки и что вы думаете друзья были она должна якобы привели и забыли она через два-три месяца разрушится сам и при том что как писали саморазрушительное саморазрушающиеся все это сказки я специально проводил опыт вот год стоит и как бы ничем не бывало а под ней преет и портится кора и гибнут саженцы а люди же верят обмотал и забыл в настоящий год саженец мертвый под ним караса плела вот этот момент отразили еще значит пять все пять купили у меня этих самых все пять ножей проданы все были мужские под мужскую руку вот они были все проданы у меня есть с точилками 300 рублей никто не пожарил денег точилка где-то по 100 боя по 100 боя короче она у меня там где-то инструментах смотрите за . одной стороны одной повторяю одной в это вот есть а то некоторые будут ошибиться под правую руку с этой стороны за . то есть с этой стороны как было как называть склон уклон вот угол вот эта сторона ровная видите поэтому тащить надо вот так естественно сверху вниз и допустим раз двадцать в одну сторону и поправьте даже микро заусердится чтоб не было и вот так все этого достаточно потом опять удобная штука я вам скажу как раз для этого и если вы сделали десять двадцать тридцать этих срезов потом потратьте полминутки поправили опять сюда все надеюсь я вас научил течет вообще хитро нет что еще у нас ребята вот эти что здесь написано здесь написано женский то есть такой же нож все одинаково но более изящный пока под маленькую женскую руку это два женские три и единство из десяти ножей для левши пока не востребован в прошлом году примерно три ножа для левши удалось все таки продать нам с олегом видите осталось женский женский левша нет мужчины тоже могут пользоваться вот у меня например маленькая рука а вот видите практически как женская смотрите чтоб пальцы грязные это работа такая у меня не совсем чистая видели наконец мужской ну то есть раз не подписывать как бы для мужчин два для мужчин для женщин мне кажется я бы даже этим скорее бы работал чем вот этим более видящим вот этим женским так с этим поговорили об чем мы еще должны поговорить значит ваша задача научиться работать так я показываю на что мы привыкшим даже на немецком к этому я попробовал сразу ага не получается надо приспособиться сделал аккуратно все сделано отлично вот но немецким ножом я должен делать раз и получается посмотрите внимательно это идеал когда не получается двумя движениями чуть-чуть что-то обминается подправки ничего страшного вот так вот вот ну что еще показать случайно сохранилась я проводил уроки по интернету случайно сохранилась вот эта вещь вот так пленка вот это вот такая вот такая пленка вот она так вот это когда вы не можете видите можно делать вот так смотрите то есть делать одинарную а бывает как они тоненькие зараза а и ночи цены тогда мы берем подходящий по двое и вставляем два вода видите два в одном блоке такой вариант то есть честно тут также точно вставляется вот так вот вот и наконец я вам до сих пор показывал то что подвое толстый ну куда диваться или 2 тонких вот как раз пример привожу, да? Видите? Я могу вот такой подвой, вот этот толстый, ставить два таких. Теперь, лучший мой способ заканчиваю. Улучшенная каплюровка. Одно движение ножа, тут уж вообще идеально и быстро. Дальше на расстоянии одной трети я делаю расщеп. Готово. Теперь допустим, допустим, вот отсюда вот. Вот это будет у меня одна застыковку, а это такой же толщиной или почти такой же. О, смотрите, а вот эта часть уже рыхлая. Вот я сейчас покажу вам. Уже хорошо, вот она рыхлая, видели? Уже качество будет не то. Так что старайтесь уже совсем тонкие не использовать. Хорошо, чтобы я как раз подвернулась под руку, видите? Вот, рыхлая. Вот, и уже качество не то. Теперь, значит, ну допустим, допустим, она, откуда взять? Ну ладно. Более толстой, более толстой части. Вот, посмотрите. О, все. Это хорошо, что вы что, вы видели? Вот что значит рыхлая. А ведь я эту ветку срезал только вчера. Вот так вот. Значит, что получается? Допустим, она все-таки получилась нормальная. Здесь делаем косой. Ну тут подправлять надо, видите? Здесь делаем косой срез. То есть я покажу сам принцип. И стык в стык. Нет, куда она улетела? Вот она. И дальше стык в стык делается. Вот так это сам принцип. Вот это и называется улучшенная копулировка. Далее, к сожалению, у меня нет под рукой подходящей ленточки. Если взять ту ленточки, которую я забраковал. Допустим, тогда я делал, видите, что я делал? Два ленточки. Раз она сопливая, хлипкая, я ее делаю в два ленточки. И вот так вот. В ту сторону, в другую сторону. И почему я это показываю? Потому что дальше вот такой замочек. Вот такой вот. Замочек. Раньше все плохо видно. Но, ведь человек не зря диски сейчас только видели, вспомнил. Я его додавал. Вот тот каталог я его высылал, да? Вот. Ну, там на диске трехсот рублей. Это, наверное, есть на девятом и на тринадцатом. Вот. Один, это был семинар в Костяновске. А это на девятом и на тринадцатом диске семинар в Москве. И там, и там я за столом и учу вас прививать. Там более подробно, там тщательно. Человек с этим близкий план. Там он стоит рядом с этой видеокамерой. Вот. Понимаете? Триста рублей стоит диск. А здесь я показывал сам принцип. Видели? Сам принцип. Что такое улучшенная копулировка. Два консекса реза. Действовать одной. Одним движением ножа. Состыковали. Сделали. Вот. И раз уж у вас.